Добрый вечер. Рад всех приветствовать на очередной нашей встрече московского сообщества Java разработчиков. Надеюсь, все пришли туда, куда хотели, потому что у нас здесь параллельно еще что-то происходит. Так, у нас, соответственно, есть гостевой Wi-Fi. Кто не подключился, имеете шанс. Вот здесь у нас все это еще написано. Заходите на первую страничку, он спрашивает пароль, вводите и, соответственно, можете пользоваться. О, даже командировочные отмечают в виде исключения. Соответственно, коллеги, кто у нас здесь сегодня первый раз, кто еще не был ни на одной встрече с Джаком СК? Вон, хорошо. Приятно, что вы нас находите, приходите и присоединяетесь к нашему такому вот между собойщику. Обычно то, о чем я говорю, рядом с вами есть ребята, которые здесь уже бывали. Московский Джук – это не только про доклады докладчиков, это и про общение. Познакомьтесь, пожалуйста, узнайте, кто где работает, кто чем занимается. Мы здесь все в нашем небольшом городе и гости из других городов занимаемся, в общем-то, по сути, одним и тем же. Мы разработчики, даже я, несмотря на форму одежды. Ну вот, мне интересно общаться с такими же ребятами, как я, да, и надеюсь, вы пришли сюда ради того, чтобы познакомиться не только с технологиями, которые мы здесь сегодня представляем, но и с коллегами. Соответственно, про сегодняшнюю встречу. Значит, прежде всего я хотел бы представить вам наших сегодняшних гостей. Соответственно, Константин Крива. Я вас, да? Да. У нас традиционное рукопожатие, посмотри на камеру. Я же не знаю, кто из вас станет президентом, но как бы на всякий случай у меня со всеми будут фотографии, как у Саакашвили. Что характерно, оба на позиции директора в компании, в которой они работают, ну, директора разные. У нас такой представительной компании еще не было, в основном инженеры. Но, я так понимаю, люди непосредственно вовлечены в технический процесс, и поэтому, собственно, на должности мы не смотрим. Сегодня у нас техническая презентация, и говорить будем про технологии. Соответственно, два участника, да, и два доклада. Первый совпадает по теме с общей темой встречи. Соответственно, RAD на Java. Кому надо пояснить слово RAD? Ну, вот, собственно, в то время, когда еще я был молодой, да, появилась такая вот аббревиатура Rapid Application Development. Тогда еще было модно всякие кейс-средства, да, вот я как сейчас помню. То есть... Ну, для меня RAD это DELFI в первую очередь. DELFI было, да. Вот что-то такое накидываем. Этот был какой-то билдер. Ну, да. Билдер, скажем так. Еще... Пауэр билдер, да. Да, ну, много классных, вот, как бы, вещей. Найти какую-то платформу для быстрой разработки, ну, лично для меня это было вот всегда такой... Задача всегда хотела что-то такое иметь под рукой. Я помню, когда как раз с ребятами на одном из Java One познакомился, вот, посмотрел, что есть такая куба платформа. Мне практически все сразу понравилось, кроме одного, что платформа была с закрытым исходным кодом. Я тогда даже, вот, как бы, об этом сказал. Я не знаю, как это повлияло или нет, но не так давно исходный код открыли, и теперь у нас есть шанс поговорить на Djaggy, ну, замечательной платформе, которая пользуется теперь не только в компании... Как, кстати, правильно читать? Холманд. Холманд. А что слово означает? Ничего не означает, у нас интернациональная компания международная, и придумали наши английские коллеги. Мы не знаем, что это значит. Ну, плево. Я думаю, они тоже не знают, мне кажется. Ну, это правильно, зато, как бы, вы там первые в выдаче всегда, если правильно набрать слово, да? Да, если правильно. Окей. Соответственно, Pratt – это Rapid Application Development, то есть мы говорим о некой быстрой разработке, о платформе, которая на это заточена, и поговорим о том, как она устроена. И второй доклад мне очень нравится, как называется, как моя дипломная работа примерно, то есть механизм расширения продуктовых решений. Вот, ну, два или три слова из них точно вот были в названии моей дипломной работы, ну, то есть что-то такое интересное, я так подозреваю. И, соответственно, в первой части нашей встречи у нас первый доклад, и немножко он будет перенесен еще и на вторую. Ее представит, этот доклад представит Константин, и, соответственно, чтобы нам все успеть, да, вот просто сразу хочется договориться, что в первой половине встречи мы идем по презентации и запоминаем вопросы, которые у вас есть, а в начале второй части у вас будет возможность вопросы позадавать, да, чтобы нам просто по времени как бы все успеть, вот. Вот, и закончим, соответственно, вторым докладом. Ну, по анонсу встреч у меня все, посередине где-то, вот там, через полтора часа от начала у нас будет перерывчик, у нас кофе-брейк в соседней комнате, как раз вот то, о чем я говорил, возможность выпить чашечку чая, кофе, кто что пьет, кушать наши легендарные пирожки, вот, надеюсь, всем хватит. И это будет в перерыве, перерыв минут 10-15, потом возвращаемся назад и продолжаем. Что еще сказать, ну, для тех, кто первый раз здесь особенно может быть полезно, мужская и женская комната, вы выходите из коридора и двигаетесь, соответственно, в сторону столовой, и все будет от вас, получается, слева, да. Вот, и еще один момент, да, совсем забыл, я же сам не представился, у вас есть бейджи, вот, и у меня тоже есть бейджи, меня зовут Андрей, бейджи, имейте, пожалуйста, при себе, перемещаясь по офису, по ним вас идентифицируют, вот, если будет желание воспользоваться не кофе-брейком, а покушать нормально в нашей столовой, это тоже возможно, вот. Такие объявления, собственно, контактные данные, особенно для тех, кто у нас здесь впервые, пожалуйста, по любым, любыми средствами можете со мной и с моими коллегами, которые занимаются джагом, связаться, да, предложить доклад, предложить, как нам, что здесь улучшить, изменить, что-то еще, любые всякие разные предложения, мы их принимаем. Ну, и по результатам встречи мы, соответственно, делаем фотографии, снимаем видео и презентации, которые сегодня коллеги показывают, да, все это будет опубликовано в нашей группе ВКонтакте и, соответственно, в Google+, ну, и в Твиттере что-нибудь напишем, а Дмитрий, наш постоянный, как это называется, репортер, или, да, наверное, вот, напишет на Хабре статейку наверняка о том, как здесь сегодня все прошло. Так что вот после встречи тоже ищите материалы и пользуйтесь на здоровье. Ну, и также можно будет с коллегами, наверное, связаться и задать им вопросы, которые вас будут интересовать. У меня, собственно, все. Вот. Поприветствуем Константина. Ну, так как меня Андрей уже представил, перейдем сразу к делу. Собственно, только единственное, перед тем, как погружаться в устройство, платформы, пару слов скажу об истории. Значит, платформа, начали мы ее делать в 2009 году, то есть уже восемь лет назад. Вот. В том же году мы сделали первый проект на платформе. Вот. Это была такая система документооборота небольшая. Вот. И на тот момент платформа создавалась исключительно как внутренний инструмент чисто для себя, для своей компании. Просто, чтобы более эффективно делать проекты. Вот. Не изобретать каждый раз новый велосипед на каждом новом проекте. Вот. Через некоторое время, правда, пришло понимание того, что инструмент может пригодиться не только нам. Вот. И мы начали готовить, собственно, платформу к выпуску. Вот. Готовить в первую очередь стали документацию и инструменты разработки. Вот. Некоторое время, как уже Андрей говорил, да, платформа была доступна по проприетарной лицензии. Исходники на самом деле были доступны, да, то есть это не совсем был такой прям закрытый черный ящик, да. Но лицензия была не свободна. Вот. И это совершенно не способствовало ее распространению. Вот. Поэтому примерно год назад, в апреле 16-го года, да, значит, мы опубликовали большую часть платформы под свободной лицензии в опенсорсе. И, в общем-то, с тех пор дела пошли гораздо лучше. Вот. Ну, собственно, теперь давайте посмотрим, из чего, собственно, состоит платформа. В первую очередь, это рантайм-часть. Вот. Это фактически full-stack framework, то есть framework, который представляет API на всех уровнях, от базы данных, на среднем слое, на UI. Вот. И основной частью этого фреймворка является проект Kuba. Он как раз полностью open-source распространяется под лицензией Apache 2.0, исходники на GitHub. Вот. То есть это полностью open-source проект. Значит, есть некоторая часть дополнительная, такие премиальные дополнения. Вот. Они предоставляют дополнительную функциональность. Включают они в себя генератор отчетов, полнотекстовый поиск, интеграцию с BPM Activity, интеграцию с Pentaho, BI Suite. Вот. Включают также в себя интеграцию с JavaScript-овыми диаграммами и с Google-картами. Вот. Эта часть, она, в общем-то, гораздо меньше, чем основная. Да, и она доступна по подписке на разработчика. Исходники, как бы, тоже там, естественно, есть для того, чтобы, ну, как бы, понимать, как это работает, там, где бажить и так далее. Вот. Вторая часть платформы – это Design Time часть, да, это инструменты разработки. Исторически сначала появился плагин для идей, вот, и, на самом деле, нам самим, как бы, было его вполне достаточно, чтобы вести разработку. Вот. Но когда мы задумались, как бы, о продуктизации, то поняли, что нужен какой-то инструмент для быстрого старта, вот, для решения всяких специфических задач. Вот. То есть нужна какая-то, ну, красивая и удобная обертка для платформы, чтобы ей было, ну, быстро, быстро начать, да, удобно пользоваться и так далее. Вот. Вот. Стали делать студию. Вот. Студия, она не open source, да, и она бесплатна только для небольших проектов. Вот. Если, значит, есть подписка на те же самые премиум дополнения на разработчик, то ограничения со студией снимаются. Вот. Ну, то есть, в принципе, платформу можно использовать без этого всего. Вот. Либо начать на проект посмотреть, там, с помощью студии запустить, вот, поиграть, там, и так далее, и продолжить, там, либо, там, без нее, либо, там, купить подписку. Вот. Это, что касаемо, как бы, лицензирования. Ну, теперь перейдем к техническим деталям. Значит, это такая очень high-level диаграмма, она такая на вид тривиальная, да, трехзвенная архитектура, вот, средний слой, слой клиентский. Вот. Как видите, клиентов может быть несколько, вот они разного типа, вот, они все единообразно работают со средним слоем. Вот. Пунктиром обозначены необязательные, скажем так, блоки, вот, что здесь, собственно говоря, присутствует, да, ну, middleware – понятно, средний слой, веб-клиент – это UI, который основан на фреймворке Vizen, и он, как бы, наиболее, так, скажем так, предназначен удобен, да, для, скажем, внутренних сотрудников предприятия, да, для back-office, вот. Вот. Десктопный клиент – это то же самое, но реализованное на agile swing. Такая очень опциональная вещь, да, в некоторых случаях нужно. Веб-портал. Веб-портал – это не готовый UI, да, это только заготовка. Заготовка для создания, как, UI для, как правило, внешних каких-то пользователей системы, например, там, ну-ка, какой-то портал для заказчиков, вот. Там можно применять, там, любые, там, более такие привычные, да, веб-UI технологии, не вазин. Значит, Polymer Client – это опциональный, опять же, клиент, который написан на чистом JavaScript. Вот, наверное, может быть, слышали, да, технологию Google Polymer, веб-компоненты. Вот. И работает он через REST API, который находится, который предоставляется блоками веб-клиент или веб-портал, да, ну, либо через тот, либо через другой. Значит, все коммуникации между уровнем, между клиентским уровнем и средним слоем, коммуникации идут по протоколу HTTP с передачей бинарных данных. Вот. Если, в том случае, если клиентский блок работает в одной GVM вместе со средним слоем, то коммуникация между ними может идти в обход сетевого стека, ну, как бы, чтобы экономить на этом, да, но, тем не менее, сериализация параметров и результатов все равно требуется. На самом деле, каждый блок, указанный здесь, да, это, можно сказать, единая, такая отдельная единица сборки и дипломента, да, то есть их можно комбинировать вместе, да, можно разносить на разные сервера, на разные GVM и так далее. Теперь посмотрим на модули и то, так называемые, скажем, модули, да, и то, в какие блоки, да, которые были на предыдущей диаграмме, в какие блоки эти модули входят. Значит, модуль, на самом деле, это модуль исходного кода в вашей, там, IDE, да, который вы видите, и этот модуль превращается при сборке в jar-файл. То есть, грубо говоря, сколько модулей, столько в jar-файлах у вас в приложении. Значит, модули, вот они какие бывают, да, модуль global, он входит во все, собственно говоря, блоки приложения, в средний слой и в клиентские блоки. В нем сосредоточены, в нем находятся, да, классы сущностей модели данных, интерфейсы сервис, я потом поподробнее так бы объясню, что это такое. Вот, и какой-то другой код, который должен выполняться и на, должен быть доступен, да, и в среднем условии, и в клиентском. Вот, GUI, GUI, это такой Generic UI, это реализация, собственно, юзер-интерфейса, который одинаково для веб-клиента и для десктопного клиента. REST API, это тот самый REST API, универсальный, да, через который можно либо делать интеграцию, либо создавать какие-то клиенты, там, джаваскриптовые, мобильные, да, которые будут работать с вашей системой. Вот, ну, остальные блоки, понятно, Core, это там, средний слой, middleware, портал, веб, десктоп и так далее. Полимеровая стоит очень особняком, потому что это вообще другая технология, она как бы тут в эту всю схему, так, скажем, очень сбоку ложится. Теперь вот посмотрим на эту диаграмму. Вот здесь, как бы, нарисовано, да, показано, что приложение может зависеть или другими словами включать в себя ядро платформы, куба, да, и может включать в себя дополнение. Чарты, там, BPM, генератор отчетов и так далее. Эти дополнения, они, в свою очередь, зависят от ядра. Вот все вот эти вот, как бы, блоки, да, которые нарисованы, мы их называем компонентами приложения. И куба, и вот эти дополнения, они являются компонентами вашего приложения. Самое интересное то, что любой проект, который создан на платформе, можно, в свою очередь, сделать компонентом. И использовать его, переиспользовать, да, в составе какого-то другого проекта, другого приложения. Вот. Все, что для этого нужно, это в этом проекте, который будет компонентом, да, создать файл, дескриптор-описатель компонента, которым будет, как бы, содержаться информация о том, какие свойства, какие модули этот компонент предоставляет. Вот. На самом деле это очень просто, потому что студия даже, даже генерирует этот файл автоматически. И вот здесь вот на следующей такой, опять же, схематичной диаграмме, да, как бы отображено, что вы можете создать свои компоненты, вот, и свое приложение уже делать на основе этих компонентов. То есть, на самом деле, на предприятии, да, в какой-то там компании, да, в которой вы, собственно, занимаетесь разработкой, да, можно создать свой набор компонентов, как бы, свою платформу на основе, да, платформы Куба, вот, и уже на этой платформе делать свое решение. Это, может быть, какая-то там домен-специфик, да, для вашей области деятельности, специфичная платформа со своей функциональностью. Вот на этой диаграмме, так, довольно наглядно, да, представлен состав приложения после его сборки. Это самый такой простой вариант дипломента, вариант сборки, да, который, в принципе, используется и при разработке. Вот, приложение разворачивается на сервере тамкат в виде эксплодов варфайлов, вот, то есть, фактически каталог. То есть, ну, слева отображены просто каталоги самого тамката, вот из них необычный является shared, мы туда копируем jar-файл библиотеки, который общий для всех блоков приложения, да, для middleware, для клиентских блоков. Вот, в каталоге WebApps вы видите два веб-приложения, AppCore – это средний слой, и App – это веб-клиент. Вот, внутри этих каталогов, да, с приложениями наборы jar-файлов, да, и они как раз соответствуют тому, какие компоненты, в первую очередь, используются в вашем приложении, и какие модули, да, этих компонентов, да, в данном блоке присутствуют. Ну, вот, в этом приложении используется, соответственно, компонент Куба, ядро платформы, или компонент Reports, да, это генератор отчетов. И App – это, собственно, jar-файлов вашего собственного приложения. Вот, ну, и по модулям они вот разбиты, Global, Core, Web и так далее. Вот так вот, как бы, это выглядит достаточно, ну, просто и логично, да, там, в конце своего доклада я расскажу и о других вариантах дипломента, то есть это, естественно, не единственное. Теперь перейдем мы к рассмотрению API-платформы, вот, собственно, к основной части. Вот. Это, скажем так, основные части API, которые так или иначе задействованы в любом приложении, да, то есть прикладной разработчик может их не использовать напрямую, может даже не знать о там их существовании, каких-то из них, да, вот, но тем не менее они будут использованы, как бы, в работе данного приложения. Сейчас я кратко их просто, как бы, назову, да, а потом мы по каждому пройдемся уже более подробно. Data Model – это описание вашей модели данных. MetaData – это API для получения информации о, собственно, вашей модели данных. App Properties, Application Properties, да, свойства приложения. Это механизм для работы с именованными свойствами, которые используются в приложении для его конфигурирования и, там, параметризации. Data Manager – это универсальный интерфейс для работы с данными, он общий для клиентского и для middleware, для клиентского кода для middleware, с ним можно работать и там, и там. Собственно, все, что я вот отображена слева, да, это как раз те механизмы, которые используются и на клиентском уровне, и на среднем слое. И User Session – это центральный, в общем-то, такой элемент системы аутентификации и авторизации пользовательской сессии. Дальше, в среднем слое, сервисы – это точка входа в средний слой. Data Stores – хранилище, такая абстракция хранилищ данных. ОРМ – понятно. На уровне стандартного UI висели библиотек визуальных компонентов и Data Sources – источники данных. Это такой слой данных на уровне презентации, скажем так. Ну и теперь, как бы, сейчас мы уже подробно пройдем по всем этим элементам API. На чем, естественно, с модели данных? Значит, концептуально в платформе все данные представляются сущностями. Сущности, и они входят в эту модель, да, и модель данных едина для всего приложения, для всех уровней. Никаких DTO не используется, Data Transfer Objects, никакого разделения модели на серверную и модель презентации тоже нет. Весь код работает с одной моделью. Вы один раз ее описали, и она везде используется. Значит, есть, опять же, концептуальное разделение на две категории сущностей. Персистентные сущности и неперсистентные сущности. Значит, персистентные сущности, ну, тут такая вот немножко, может быть, терминология не очень хорошая. Просто персистентные сущности – это те сущности, которые хранятся в базе данных посредством ОРМ. Фактически, они просто замаплены по правилам JPE. То есть, это JPE-классы. Вот, неперсистентные сущности – это не JPE-классы. Значит, они не обязательно, то, что они названы неперсистентными, не говорит о том, что их состояние нигде не хранится. Они вполне могут получать там состояние, сохранять состояние, да, в каких-то внешних сервисах и так далее. Вот, главное, что они не являются JPE-сущностями, не хранятся в основной базе данных. Как видите, как бы иерархия – это вот представлены базовые классы сущности, да, с интерфейсом entity, параметризованным типом идентификатора, вот, на самом верху. Вот, остальная иерархия, она, в принципе, довольно-таки непростая, вот, и вот эти вот базовые классы, уже сущность от которых непосредственно вы наследуете свои классы сущности, да, и она разделена, эти базовые классы разделены по принципу, по типу первичного ключа. То есть, самый такой простой и который рекомендуется к использованию базовые классы – это с UUID-ключом, вот, есть, естественно, сущности с long, integer, там, string и так далее. Даже композитные ключи тоже поддерживаются, хоть это и, в общем-то, ну, мы сами так никогда не делаем, да, но люди, которым требуется применять платформу на существующий какой-то legacy-based данных, например, да, им приходится с этим иметь дело. Вот, важный момент такой, что механизмы платформы устроены так, что они требуют наличия значения у идентификатора сущностей с момента, как бы, создания этого экземпляра сущности в памяти. Вот, то есть, вот вы, как бы, создали экземпляр где-нибудь на клиентском слое, например, да, нужно ему сразу идентификатор отдать, чтобы потом его там… Для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы передавать этот экземпляр сущности между слоями приложения, там, с клиента на middleware и обратно, вот, и его туда так или иначе идентифицировать, вот, после этой передачи. Так как это разные, там, GVM, сериализации и так далее. Поэтому идентификатор нужен сразу. Это, естественно, не вызывает никаких проблем в случае UUID-ключа, да, потому что его легко сгенерировать сразу, вот, и присвоить. Long Integer тоже проблем особых не вызывает, да, потому что там есть у нас механизм получения последовательностей, они берутся из базы данных, кэшируются там на middleware, на клиентском слое для того, чтобы не каждый раз не лезть в базу за новым ID-шником. Вот, это все хорошо, нормально работает. Проблема, собственно, возникает с identity-ключами, да, вот, когда у вас Microsoft SQL Server или MySQL база данных, да, и там кто-то создал таблицу, у которой identity-ключ, вот, identity-ключи можно получить только после вставки экземпляра уже в базу, да, после вставки в таблицу. Вот, поэтому нам приходится, в таких сущностях нам приходится иметь ключ специального типа, такой прокси, ID-прокси, да, то есть он, тем не менее, мы его присваиваем сразу, вот, но он, значит, сначала не имеет реального значения, вот, а получает реальное значение, которое в базе данных получает его только уже после сохранения в базу. То есть вот так вот выкручиваемся из этой ситуации. Теперь рассмотрим методы сущностей, которые, собственно, присущи им всем, вот, они предоставляются базовыми классами. GetID, понятно, это получение идентификатора, getMetaClass, это, как бы, точка входа в метаданные для данной сущности, вот, о метаданах чуть позже, вот, объясню. Что это такое? GetInstanceName. Это такой очень полезный метод, то есть каждая сущность ему предоставляет информацию о себе, как получить, скажем так, читабельное для пользователя, для конечного пользователя название данного экземпляра. Ну, лучше это пояснить на примере, вот, есть, например, сущный заказчик, да, кастомер, вот, у него, наверное, есть у вас атрибут name, да, и вы наверняка захотите показывать вам, когда нужно, показать один экземпляр этого заказчика, да, вы захотите показывать его имя. Не в таблице все атрибуты заказчика, да, а, допустим, в выпадающем списке у вас заказчики, да, вот. Вот этот вот GetInstanceName, он берет информацию из аннотации специальной на сущности, да, и там просто указаны атрибуты, которые нужно, из которых нужно взять данные для того, чтобы этот InstanceName сформировать. Дальше, методы GetValue и SetValue с передачей названия атрибута, в данном случае, вот, это методы рефлексивной работы с атрибутами. То есть, вы можете не вызывать GetResetter, а указывать, вызывать GetValue и SetValue с передачей названия атрибута. Вот. Естественно, в вашем коде, да, это не требуется, да, надо работать с нормальными GetR'ами и SetR'ами цифризированными, вот. А этими методами пользуются все Generic-механизмы, в первую очередь для Data Binding, да, для отображения, для привязки визуальных компонентов к данным. Вот. И последний здесь метод – это PropertyChangeListener, да, но если еще и Remove PropertyChangeListener, неважно, вот. Что это значит? Это значит, что каждый экземпляр сущности является, на самом деле, Апсерва был объектом, да, то есть его изменения в его состоянии, в его атрибутах можно слушать, получать нотификации об изменении значения атрибутов. Причем эти слушатели, эти Апсерверы, они вызываются и в том случае, если вы изменяете состояние с помощью сеттеров, то есть не с помощью вот этих вот рефлексивных SetValue, да, вот, а с помощью сеттеров. Вот. В сеттеры при этом не надо писать никакого кода для того, чтобы вызывать какие-то листеры, которые там в базовом классе, вот, у вас код остается как бы чистым, да, но в момент сборки мы модифицируем байт-код сущности таким образом, что в сеттеры вставляется вызов вот этих вот листеров. Тем самым мы достигаем того, что как бы вы ни меняли состояние сущности, вот, что его там визуальный компонент менять, что вы через исходы меняете, да, всегда листеры получат оповещение, да, ничто не пройдет незамеченным. Коротко о метадандах. Ну, метаданные, на самом деле, это вот такой вот простой API у них, вот, практически, ну, он немножко, немножко все-таки упрощенный, конечно, в сравнении с реальностью, да, ну, на самом деле, основные там два вот интерфейса. Метакласс и метапроперти. Метакласс – это информация о классе сущности, метапроперти – это информация об атрибуте. Метакласс содержит ссылку, вот, getJavaClass, да, он содержит ссылку на JavaClass, которому, собственно, соответствует этот метакласс, который его, ну, который, собственно, описывает этим метаклассом. Ну, надо сказать, что источником метаданных, да, то есть вот этой вот структуры, которая в памяти приложения присутствует, источником ее является модель данных, естественно, да, то есть те самые классы сущностей, которые вы создали в приложении. И аннотаций на этих классах. Значит, метакласс содержит коллекцию properties, да, getProperty, и метапроперти содержит там тип, разные там всякие, разные свойства, да, этого атрибута. Вот, вот, что, как бы, важно, да, здесь у нее есть ссылка на annotated element. Annotated element – это такой элемент рефлексии, да, это и не field, и не метод, это их супертип. Вот, потому что атрибут модели данных может быть как полем объекта, так может быть и get-методом, да, get-методом. Вот, в этом случае он является, ну, какой-то вычислимый, например, атрибут. Вот, в этом случае он становится read-only, вот, то есть он только можно его читать. Вот, и это как раз все отражается здесь в метод данных, да, вот. В метапроперти есть еще вот такой очень полезный метод getInverse, вот, он возвращает, если этот атрибут является ссылочным, то getInverse возвращает атрибут, тоже атрибут, да, тоже метапроперти, только с другой стороны ассоциации. Если у вас, допустим, one-to-many ассоциации, да, вы говорите getInverse, вам вернется many-to-one с обратной стороны, с другой сущности. GetAnnotations здесь, это не Java-аннотации, это такое просто map, да, имя-значение, позволяет хранить разную такую второстепенную информацию о методанах. Методанными, ну, надо сказать, что методанными пользуются в первую очередь, естественно, дженелик-механизмы платформы, да, то есть вам, там, ну, прикладному программисту не обязательно, ну, и, как правило, и не особо нужно ими, в общем-то говоря, пользоваться. Задача прикладного программиста – описать модель данных, все. Теперь об свойствах приложения. Ну, свойства приложения – это просто именованные значения различных типов, да, которые, там, так или иначе используются в приложении. Вот. Они бывают разных категорий, я прям быстро перечислю времени, потому что, на самом деле, очень мало. Вот. Могут быть конфигурационные параметры, вот, которые определяют функциональность, да, могут быть параметры развертывания. Допустим, у вас клиентский блок на одном сервере, там, middleware на другом сервере, вам нужно указать клиентскому блоку, как подключаться к middleware. Вот это все делается через параметры, то есть, вот, через свойства приложения соответствующие. Могут быть параметры времени выполнения, которые можно изменять в процессе работы системы, да, без ее остановки, там, ну, например, там, параметры отсылки email, там, настроили в email сервере, раз прописали. Вот. И вот такая более интересная диаграмма, которая показывает пример свойства приложения, такого вот конфигурационного параметра, вот, и как он, собственно, формируется, с учетом еще и, с учетом наличия компонентов приложения, да, когда у вас в приложении используют несколько компонентов. Вот. Значит, речь идет о, в данном случае, о параметре spring-context-config. Это очень важный параметр, он указывает набор дескрипторов spring, spring-фреймворка, вот, для данного блока приложения, ну, допустим, для middleware. То есть, он указывает, какие файлы прочитать, вот, для того, чтобы поднять свой контейнер spring. В этих файлах, как минимум, да, должно быть указан корневой пакет, откуда начинать сканирование бинов, то есть, откуда начинать сканирование классов для того, чтобы найти бины, да, бины, ну, бины – это, как бы, классы, да, аннотированные, да, управляемые контейнером, в которых, в общем-то, и сосредачивается бизнес-логика вашего приложения. Вот, так вот, этот параметр указывается, вот, в этом, собственно, определяет вот этот вот файл, да, фактически просто его локацию, где, откуда его взять. Значит, вот, в данном примере наше приложение apt, да, оно использует два компонента. Оно использует kubu, ядро платформы, и использует bpm-компонент. У kubu есть свой параметр, да, указывает, потому что это у него, там, описатель свой, вот, свои бины, там, и так далее. У него есть свой корневой пакет, у bpm то же самое, да, у нашего приложения то же самое, есть своя какая-то логика, вот, есть свои бины, вот, есть свой описатель для скрин-контейнера. Вот, значит, в приложении мы можем указать свой файл, и вот с помощью такого вот плюсика мы указываем, что надо взять еще и значение этого же параметра, унаследованного из компонентов. В итоге значение этого параметра в приложении будет вот таким, да, то есть сначала, там, просто он возьмет все и перечислит через разделитель, через пробел. Вот. Итогом этого будет что? То, что когда загрузчик с принт-контейнера возьмет это свойство, да, и начнет, разберет его, и начнет по порядку вести, брать эти файлы и загружать из них контейнер. Сначала загрузить все бины из кубы, потом из BPM все бины, потом из нашего приложения. Что самое важное, что так как наше приложение будет последним, да, мы в своем Spring XML, да, в своем описателе можем переопределить бины, которые мы получили, которые находятся в компонентах приложения. Тем самым мы можем переопределять функциональность платформы. Ну, то есть это один из аспектов, да, переопределения функциональности платформы. А в других аспектах, там, расширение модели данных, UI и так далее, Алексей в последней части подробнее расскажет. Так, идем дальше. Data Manager. Data Manager – это такой универсальный интерфейс для загрузки графов объектов и сохранения изменений, которые в этих объектах сделаны. Интерфейс этот доступен и на клиентах, и на среднем слое, то есть можно единообразно работать с данными через него. У него очень простой интерфейс, вот буквально пять методов, вот, есть там еще немножко других, которые, по сути, вызывают все же самые. Просто такие удобные обертки с передачи параметров других. Вот, значит, load загружает экземпляр один в сущности, loadList загружает по запросу список экземпляров сущностей, перескакиваю, getCount, возвращает количество экземпляров в сущности для данного запроса. Он делает то же самое, что и loadList, но перед выполнением запроса он заменяет в нем в select, в select-чарте данного запроса, да, он заменяет сущность на count, да, на агрегацию, и тем самым просто count идет в базу данных, да, в SQL, и для данного запроса считает количество записей. Этот метод нужен в основном для организации пейджинга в таблице. Commit сохраняет переданные экземпляры, то есть ему передаются все, что вы ему отдаете, вы им отдаете коллекции экземпляров сущностей, и он их сохраняет в хранилище, в простейшем случае в базе данных, как правило, да. И возвращает обратно сохраненные экземпляры. Метод loadList, что это такое? Метод loadList возвращает вам список экземпляров специальной сущности, keyValueEntity. KeyValueEntity – это такой способ, скажем так, хранить неструктуру, точнее работать с неструктурированными данными, но при этом работать с сущностью. Сущность, понятно, что это, как правило, класс, да, это жесткая структура, это схема предопределенная в момент, как бы, ну, проектирования, да. Часто этого бывает недостаточно, да, часто бывает нужно больше динамизма, да, в вашем коде. Ну, к примеру, вам нужно загрузить какой-то экран, да, в табличку, да, вам нужно загрузить какие-то агрегированные данные, там, допустим, по объемам продаж, по месяцам, к примеру. Вот. Можно, конечно, это сделать, там, создав заранее, там, сущность, в которой будут храниться вот эти вот агрегированные значения, как-то там мапить результаты на эту сущность и так далее. Вот. Это все довольно громоздко, да, и выглядит очень избыточно, вот. Поэтому вы можете просто отдать запрос с агрегированием в этот метод loadValues, получить назад список key value, в которые будут вот эти вот колонки, да, загруженные, вот, находиться со значениями. И эта информация будет легко отображена в той же самой таблице, которая изначально рассчитана на работу с сущностью. Как я уже говорил, да, все данные представляются в системе с сущностями, вот, без них никуда, вот. И вот это вот такой способ привнести, скажем так, не структурированные данные вот в этот вот, в вашу модель данных, да, в статическую модель данных. Идем дальше. User Session. Объект User Session – это, собственно, пользовательская сессия, да, сессия текущего пользователя. В первую очередь она содержит, она, естественно, содержит ссылку на объект пользователя, да, с информацией о нем, кто это такой, вот, его логин, там, имя и прочее. Вот, ну, самое важное, что она содержит информацию о его правах доступа. Вот, о security я чуть-чуть позже, как бы, покажу более подробно, да, но вот эти вот права, которые определяются, которые определены, да, по security для данного пользователя, они, собственно говоря, в этой сессии и находятся. Объект этот сессии, да, создается сразу после логина, вот, он кэшируется на среднем слое и возвращается к клиенту, да, к, на, если у вас несколько серверов среднего слоя, там, кластер, да, то сессия кэшируется, реплицируется в кластере. Клиент с каждым обращением к среднему слою должен передавать идентификатор сессии, в который он получил логин, который он, то есть, он должен либо где-то хранить эту ID-сессию, либо всегда выполнять логин перед тем, как что-то запрашивать со среднего слоя. Вот, ну, веб-клиент хранит ID-сессии в HTTP-сессии. Десктопный клиент, он, ну, может просто у себя в памяти хранить, потому что он по своей природе однопользовательский. Вот, REST API тоже хранит ID-сессии, но в специальном хранилище, которое отображает токены, выданные, да, на вот эти вот сессии объекта юзер-сессии. Вот. Идентификатор сессии, текущий и всегда, хранится в потоке выполнения и на клиенте, и на среднем слое, если данный поток выполнения выполняет запрос от пользователя. Хранится он в объекте секьюрити-контекст, вот, и если вы в своем коде создаете новые потоки, например, через экзекьюторы, там, да, или там каким-то другим способом, хоть через мюстред, вот, вы должны в эти новые потоки, да, передать текущий секьюрити-контекст из, собственно, порождающего потока. Иначе ваши новые потоки ничего не узнают о том, какой пользователь с ними работает, и вы не сможете сохранить данные, вы не сможете еще некоторые вещи делать. Вот. То есть вот это вот аутентификатор, аутентифицировать порождаемый поток, да, вы должны в своем коде, как бы, вручную, да, специально, не забыть это сделать. Вот. Как я сказал, да, автоматически вот эта вот аутентификация, да, в потоке хранится только в случае выполнения запроса от пользователя. То есть, там, это через UI, скажем так, и так далее. Вот. Если же запрос, код выполняется для, он может выполняться от других механизмов. Это могут быть назначенные задания, да, ну, задачи по расписанию, да, выполняются. Запускается, там на сервере она, да, и, соответственно, ей тоже нужна аутентификация. Вот. Можно выполнять код какой-то, запускать через JMX-интерфейс. Там тоже нет никакого логина, ничего там этого сделать нельзя. В этом случае такой код можно аутентифицировать, дать ему сессию с помощью системной аутентификации. Есть специальный API, там есть такой объект осентикейшн, да, которым можно начать, там закончить и так далее. Вот. Можно просто метод нужного, ну, нужный метод бина аннотировать как осентикейтед, и он автоматически получит специальную системную сессию в потоке выполнения. Дальше. Теперь перейдем, это мы все рассматривали API, который работает и на клиентском слое, и на middleware. Теперь то, что специфично для, только для middleware. Сервисы. Сервисы – это точки входа, middleware для клиентов. Клиенты никак не могут вызвать сервисы, и тем самым никак не могут обратиться к базе данных, да, потому что база данных недоступна на клиентском слое. Никак не могут этого сделать, не вызвав метод сервиса. Такого-либо сервиса. То есть, сервисы как некую, формируют некую границу среднего слоя. Вот. Единственный обходной путь, да, это создать на middleware, создать Spring MVC контроллер и вызывать его, ну, как обычно, там, на HTTP методе. Вот. Это даже используется, вот такой обходной путь, да, даже используется в платформе, в том случае, используется он для передачи файлов. Дело в том, что файлы, ну, могут быть большие или очень большие, и, естественно, их там целиком загружать в память, чтобы сервизовать и передать вот через механизм, как бы, стандартные коммуникации клиента и middleware, нельзя. Вот. Поэтому файлы передаются только через потоки ввода-вывода, никогда не грузятся целиком в память, и, соответственно, они передаются через HTTP методы, которые реализуются Spring MVC контроллерами на среднем слое. Вот. Ну, возвращаясь к сервисам, значит, сервис состоит из двух, в общем-то, частей. Это интерфейс, вот он здесь сверху, имплементация интерфейс. И класс этого интерфейса находится в модуле Global, он должен быть доступен клиентам, вот, потому что клиенты, собственно, во время выполнения, да, клиенты создают прокси-объекты, да, и через эти прокси-объекты вызывается уже имплементация, которая находится на среднем слое. Значит, имплементация – это класс, да, который аннотирован вот аннотацией сервис, вот, этой аннотацией Spring Framework, и мы стараемся не сочинять своих аннотаций, если есть подходящие в комплекте Spring или в Java EE. Вот, это сервис, да, сервис, вызовы сервисов на среднем слое оборачивают, перехватуются специальным интерцептором, сервис-интерцептором. Что он делает? Во-первых, он на входе, на входе в метод, да, он проверяет наличие как раз пользовательской сессии и того, что она валидная. То есть, нельзя вызвать с клиента сервис, передав ему какой-то, не передав или передав невалидной ID-сессии. Вот, сервис, этот интерцептор, да, просто выбросит исключение, скажет, что нет такой сессии, вот, пожалуйста, выполните логин. Второе, что делает этот сервис-интерцептор, он на выходе из метода, при возврате управления уже в клиент, вот, он логирует исключение, если оно возникло, и исключение специальным образом оборачивается, специальным образом собирается, скажем так. Для чего это делается? Ну, перехват, скажем так, логирование исключений понятно, если вы на среднем слое не обработали исключение, вот, а само собой оно в лог не запишется никак, и вы его увидите неизвестно где. Скорее всего, не увидите вообще. Вот, поэтому сервис-интерцептор делает на всякий случай логирование исключений в лог. То есть, можно не писать try-catch, там, и вывод в лог, да, на каждом методе, это будет сделано автоматически. Вот. Что касаемо упаковки исключений, которые нужно вернуть на клиента. Проблема вот какая. На сервере, на middleware, да, могут возникать исключения, у которых в цепочке исключений, да, находятся классы, которые вообще недоступны на клиенте. Например, же, самый такой живой пример, да, исключение из GDBC-драйвера. Вот, GDBC-драйвер на клиенте недоступен, вот, там нет никакой там базы данных, ничего такого. Вот, и, естественно, если там, попыта, клиент попытается десерилизовать это исключение, да, этот возвращенный объект со среднего слоя, он просто не сможет этого сделать, и, соответственно, вы получите исключение, которое полностью маскирует то, собственно, что произошло, да. Просто на клиенте не будет никакой информации о том, что на самом деле случилось на среднем слое. Поэтому этот сервис-интерцептор, да, пакует исключения, убирая из цепочки исключений те, которые недоступны на клиенте, вот, заменяя их просто текстовой информацией. Так, идем дальше. DataStore. DataStore – это такая абстракция хранилищ данных. Вот, как я уже неоднократно говорил, да, данные представляются сущностями, сущности хранятся в хранилище. Вот, сущности, каждая сущность, да, может принадлежать только одному хранилищу. Интерфейс DataStore очень простой и полностью повторяет интерфейс DataManager. Те же самые методы load, loadlist, commit и так далее. Вот, на самом деле DataManager почти ничего не делает. DataManager делегирует выполнение соответствующим хранилищам. То есть он это делает очень просто, как раз по типу сущности. Да, запросили вы у него в load, да, пришел запрос на сущность такую-то. Ну, значит, вот эта сущность хранится в таком-то хранилище, давай, хранилище, значит, выполняй эту работу. В commit пришли экземпляры какие-то, он по ним всем пробегает. DataManager я имею в виду, да. Какой экземпляр, там, какому хранилищу принадлежит, в то хранилище он и уходит в тот же самый commit, да, но уже как бы в другом составе. Но единственную важную работу, которую делает DataManager, он обеспечивает поддержание ссылок между сущностями, которые принадлежат разным хранилищам. То есть, в платформе поддерживается возможность, да, хранить сущности в разных базах данных и при этом иметь в них ссылки в вашей модели. У вас модель единая, вот, ваш бизнес-код и клиентская часть ничего не знают, где хранятся эти сущности и почему они вообще связаны, но они у вас связаны. То есть, на простейшем примере можно сказать, что там у вас есть заказчики и заказы, да. Заказы могут быть в одной базе данных, заказчики в другой базе данных, но, тем не менее, в модели данных они связаны. Естественно, на уровне баз данных, если это разные базы, да, у вас не будет никакой там referential integrity, да, вот, но, тем не менее, вы автоматически будете получать эти графы объектов, да, полностью связаны и сохранять так же. В платформе есть, на самом деле, только одна реализация хранилища, это RDBMS Store, вот, и она работает с реализационными базами данных через УРМ. Вот, она довольно сложная, эта реализация, она поддерживает контроль прав доступа пользователей, вот, то есть, там, по операциям, по атрибутам и так далее, по строкам, вот, поддерживает динамические атрибуты, но, к сожалению, по силам недостатка времени я углубляться в это не буду. Приложение, любое приложение на платформе должно содержать, как минимум, одно хранилище основное, и это хранилище должно являться реализационной базой данных из того списка, который, ну, мы из коробки поддерживаем, это там, Oracle, Microsoft SQL, Postgres, MySQL и так далее. Вот, в этом хранилище, в этой базе данных будут храниться сущности, которые нужны самой платформе, это, в первую очередь, сущности из Security, там, юзер, роли и так далее, и там, разные системные сущности. Ваши прикладные сущности могут быть в другой базе данных. Теперь ОРМ. ОРМ используется у нас EclipseLink, значит, у нас есть свой EntityManager, вот, ну, он в основном повторяет GPH-ный EntityManager, да, то есть, стандартный, вот, и добавляет он поддержку, для чего он нам нужен, он такой, как дикатер, оператор, обертка такая, вот, достаточно толстая, на самом деле, вот, а добавляет он поддержку мягкого удаления, поддержку представлений. Что такое представление, я расскажу чуть позже. Мягкое удаление, это, наверное, вы понимаете, да, это пользователь, если там сущность-то определенным образом сконфигурирована, да, унаследована, там, реализует нужный интерфейс, софтберит, вот, то, когда пользователь удаляет сущность из UI, вот, или там вы из кода ее удаляете, неважно, вот, она помечается на удаление в базе данных, да, она на самом деле не удаляется, ее можно, соответственно, потом восстановить. О представлениях чуть позже. Значит, в ORAIM у нас собственная реализация entity listeners. Вот, вот такие вот типы сущности, ой, типы listeners, да, на сущности, да, на жизненный цикл сущностей. Before insert, update, delete, то есть до операции в базе данных, эти сущности принимают текущие, в эти методы, да, принимается как параметр entity manager текущий, этот entity manager можно активно использовать, да, то есть, например, в слушателе на какую-то сущность вы можете при обработке, вот, перед тем, как она добавлена в базу данных, вставлена, там, или изменена, вы можете получить entity manager, загрузить какую-то другую сущность, что-то в ней поменять, вот, и в процессе дальнейшей обработки, да, у той сущности измененной, да, тоже вызовутся listener, да, то есть, возможно, такая вот каскадная обработка, это все достаточно нормально работает. Вот, в стандартном реализации entity listeners, по крайней мере, в Eclipse Link, к сожалению, это не работает. Значит, listeners еще могут быть after insert, update, delete, вот, там нельзя работать с entity manager, но там есть DDPC connection текущий, да, и можно при большой необходимости, можно что-то еще поменять в базе данных, там, вставить, изменить, а можно просто стартовать новую транзакцию или работать через data manager, который вообще отдельный, создает персистентный контекст, вот, и там уже отдельная транзакция, да, там уже можно делать все, что угодно, но оно уже, то, что вы там делаете, уже будет иметь, только косвенное отношение к тому, что вы делаете в этой транзакции, вот, естественно, если вы выбросите исключение в любом из этих listener, да, что до, что после, транзакция откатится и все изменения, ну, пропадут, даже если они уже были записаны. Вот, есть еще парочка таких специфических listener, before detach, before attach, вот, before detach, ну, по названию понятно, он вызывается, когда, перед тем, как сущность отделяется от персистентного контекста, перед тем, как транзакция коммитится. В этом listener удобно, если у вас в сущности есть неперсистентные атрибуты, то есть состояние, которое не хранится в базе, да, но которое, допустим, каким-то образом вычисляется, вот, на основании персистентных атрибутов. Вот, вы можете эти неперсистентные атрибуты заполнить и, соответственно, после отделения от контекста, да, от персистентного, дальше в вашей бизнес-логике у клиента уже будет это вот состояние присутствовать, хоть оно и неперсистентное. А before attach, наоборот, да, вы из неперсистентного состояния, которое получено с клиента или откуда-то, вы можете заполнить какие-то персистентные атрибуты, перед тем, как сохранить изменения в базе данных. Ну, вот, ограничением является то, что критерия API у нас не поддерживается, потому что мы используем только JPQL в виде строк, да, по той причине, что у нас очень активно, используется мы автоматически, механизм платформы автоматически модифицирует те запросы, которые вы пишете для, как бы, загрузки данных. Вот, для чего это делается? Ну, в первую очередь это делается компонентом фильтр, есть такой визуальный компонент, очень полезный, да, когда вы можете пользователю дать на откуп, да, конечному пользователю, дать возможность создавать произвольные условия, вот, по модели данных. И как раз вот он, пользователь, создал эти условия свои, и эти условия модифицирует тот запрос, который вы задали изначально, то есть добавляет фактически просто условие WHERE и JOIN, это необходимости, вот, и, собственно, у вас данные фильтруются, вы пользуетесь таким образом. Вот, кроме того, RAW-Level Security, о которой я чуть позже остановлюсь, да, оно тоже модифицирует запросы, которые пишет прикладной программист. Вот, реализовывать то же самое и для критерий API мы не стали. Ну, к тем тому же он совершенно нечитабельный, очень, очень какой-то странный API. Теперь такой вот, ну, наверное, часто очень возникающий вопрос тех, кто знакомится с платформой, почему мы не используем хибернейт. Я на этот вопрос отвечу очень сейчас наглядным примером, вот, и максимально коротко, хотя и тема достаточно, ну, такая непростая. Вот, возьмем, для примера, вот такую модель данных. Модель данных – это абсолютно реальная, наша компания, в числе прочего, делает продукт для автоматизации бизнеса такси. Это очень большая система, там, сотни сущностей, вот, там, и так далее, неважно. Вот, но центральная сущность там – это вот джоб, джоб – работа, работа, которая выполняется, собственно говоря, водителем, да, для перевозки пассажиров. Значит, у работы есть дата создания, я надеюсь, вам видно, хотя это там не принципиально, что там написано. Вот, дата создания, там, количество пассажиров, время поездки ориентировочное, вот, и еще там порядка 50 атрибутов. Это реальные числа, я их не придумал, я просто зашел, посмотрел, сколько их там на самом деле. Вот, и есть вот связи, да, такие тоже основополагающие связи этой сущности с другими, джоб, да, с другими сущностями. Во-первых, это кастомер, там, своим именем, названием и так далее, да, заказчик работы. Вот, есть водитель, понятно, да, сервис, сервис не очень понятный, сервис – это писатель того, как, что это за работа, какого она типа, да, какой автомобиль нужно подать, то ли это обычный, то ли там премиум класса, то ли там большой, если много пассажиров, вот, это какие-то уровень сервиса, да, там еще, там много чего есть, вот. И во всех вот этих сущностях, да, там порядка 50, от 35 до 50 полей в каждом атрибутах, атрибутах. Такая модель, да, значит, что мне нужно сделать? Я хочу в UI, да, у себя отобразить вот такую табличку, в которой у меня будут работы, вот, ну, по каким-то условиям, неважно по каким условиям, да, важно то, что мне нужно еще и немного информации, связанной с сущностью, да, мне нужно имя заказчика, мне нужно название сервиса, мне нужно имя драйвера, вот, и потом у меня там несколько еще своих атрибутов, там, тех атрибутов, которые локальные, да, которые находятся в самом классе job. Итак, что я делаю? Я пишу JPQL запрос, да, в котором я, там, так или иначе, там, говорю, что загрузи, мне нужны вот эти вот эта информация. А что это выливается? Выливается это в то, что в базу данных идет примерно вот такой вот select, SQL select, вот, join здесь совершенно как бы валидный, да, мне нужна информация из этих таблиц, я их преджойнил, вот, точнее, urm преджойнил хибернейт, да, вот, если я им сказал там join feature, там, fit join, я не помню как. Вот, и загружаем мы атрибуты, там, колонки, да, если из таблиц, да, которые нам нужны. Нам нужны creation date, нам нужен name, там, нам нужен caption из сервиса, вот, все это мы загружаем, но плюс к тому, что нам нужно, загружается еще порядка 150 колонок. Вот, вместо девяти, которые мне нужны. Ну, здесь мы шесть видим, как бы, видим, да, если еще прибавить идентификаторы, да, идентификатор самого job, внешние ключи, соответственно, customer service driver, да, может быть, не 9, может быть, 12, если прибавить еще первичные ключи, там, этих сущностей, которые обязательно должны загрузиться. Ну, вот, как бы, как видите, более чем десятикратное превышение количества, объема данных, да, которые мы загружаем из базы. Вот. Как с этим бороться? Точнее, ну, во-первых, надо сказать, что вот это вот превышение, да, оно не бесплатное, да, вот я много раз видел, там, на стековерфлоу, там, или, там, на форумах, да, там, других, что, да ладно, что вы думаете, там, ну, загрузится у вас там не один, ну, там, атрибут, а там 5, да, но если 1,5, это еще, как бы, да, это никуда не шло, это не страшно, но когда 10 или 150, это уже очень большая разница. На любой базе данных, если вы прогоните такие запросы, вот вы увидите, что разница во времени выполнения, в нагрузке на базу, она будет в несколько раз, ну, она будет разной, вот, причем она будет в разы отличаться. Вот, как с этим бороться? В случае хибернейта есть несколько путей, да, как, собственно говоря, снизить нагрузку, да, не читать вот это вот все постоянно. Во-первых, это включить кэш, кэш, все кэшировать, да, включить entity кэш, там, ну, query кэш, там, в данном случае, допустим, опционально, вот, он не повлияет, но entity кэш, если у вас все хорошо закэшировано, в идеале спасет вас от загрузки этих данных. Ну, кэш вообще вещь, конечно, хорошая, да, но она хорошо очень работает в идеальных условиях, да, когда у вас, когда все помещается, когда никакие данные не меняются, да, все работает идеально. Идеальных условий не бывает, вот, и иногда получается так, что была у вас одна проблема, да, включили кэш, стало две проблемы, вот, потому что кэш нужно инвалидировать, и все это не очень просто, на самом деле, особенно в распределенных средах, когда у вас, там, несколько серверов, там, один успел инвалидировать, второй не успел, и всякое может быть, вот. Тем не менее, это одно из решений. Второе решение, которое я вижу, да, в случае хибернейта, это не использовать загрузку объектов, а использовать с проекцией, да, то есть загружать, не говорить хибернейту, не загрузи мне джоу, там, со связями, да, а говорить хибернейту, загрузи мне конкретно job creation date, job number of passengers, там, сервис caption, customer name и так далее. И потом как-то с этими вот, что вы в итоге получите? Вы получите не граф объектов, как здесь нарисовано, да, а вы получите какую-то плоскую структуру. Это может быть какое-то DTO, вы замапите, может быть, эти результаты, да, на какое-то DTO, которое заранее создали. Может быть, вы вернете просто map, да, и этот map потом каким-то образом будет вся в UI отображать. Вот, ну, это вполне себе такой живой подход, да, но ORM, как бы ценность ORM здесь вот в данном случае она теряется, да, получается не object relational mapping, а какой-то такой relational mapping, да, вот, который уже, ну, не совсем такой, да, объектный, да, и как с этим потом работать, то ли работать с объектами, потом с этими плоскими структурами, да. Эти плоские структуры вы никак не можете сохранить обратно, естественно, да, потому что они не представляют собой объекты, и они ничто для того же самого хибернейта. Вот, то есть, изменения, сделанные в них, вы никак не сохраните. Вот, ну, собственно, как с этим боремся мы? Боремся мы с тем, что мы не используем хибернейт, а мы используем EclipseLink, и его, такой вот, возможность, да, определяется так называемой fetch-группой, fetch-groups. Задание fetch-группы в EclipseLink позволяет загружать так называемые частичные объекты. Частичные объекты – это вполне себе обычные объекты, те же самые, тех же классов, которые у вас в модели, вот, но эти объекты имеют не все атрибуты просто загруженными, да, то есть, просто часть атрибутов там пустая, вот. Это совершенно, как бы, такой логичный подход, да, ну, вот, только здесь вот он реализован. Эти частичные объекты, что самое важное, да, с ними, во-первых, можно работать, как с обычными объектами, ну, что те же самые классы, да, их можно обратно вывать, можно менять, те атрибуты, которые загрузили, можно обратно отправить в InstiManager, там, Merge, да, и он спокойненько их сохранит в базу данных, то, что поменяли. Естественно, то, что не загружено, трогать нельзя. Значит, мы сверху вот этого, этот механизм фейдж-группс, он в Eclipse-линке очень, очень такой, скажем так, многословный, очень такой на ручном управлении, там много чего надо расписать, вот, всякие хенты отправить, там, ну, сложно очень пользоваться, поэтому у нас создана настройка удобная, мы называем ее Views, потому что она, ну, так исторически сложилась, очень давно была эта концепция, как бы, сделана, вот. Эти объекты View, их можно объявлять вот так вот декларативно в XML, можно просто объекты создавать, не обязательно их описывать в XML, ну, а, как правило, пишутся в XML, потому что это удобно. Вот, как пример, да, значит, здесь вот тот View, который, собственно, нам нужен для того, чтобы загрузить нашу таблицу, да, вот свойства, как бы, локальные, да, непосредственный, creation, date, passages, count, вот, и ссылочные объекты, Customer, да, вот есть разные варианты описания View, можно View, которое связанного объекта, описать прямо inline, да, то есть вот так, одно property этого Customer вложено в основное View, вот, можно вынести, вот сказать, как сервис View, да, можно вынести это в отдельное описание, можно указать предопределенный View, там, в последней строке, в восьмой, да, есть такой Minimal View, это предопределенный View, оно существует для каждой сущности, оно возвращает всегда те атрибуты, которые нужны для формирования Instance Name, того самого понятного пользователю, описателя объекта, да, который вот часто очень требуется в UI. Это как раз вот то, что нам нужно, нам нужно имя драйвера, да, и нам всего-навсего вот это нужен Minimal View, можно ничего не объявлять дополнительно. Вот, во View можно также указать режимы, режимы загрузки связанных сущностями, вот, опять же, в восьмой строке есть такой атрибут Fetch, в данном случае Join, да, если никакой атрибут не указан, то платформа сама принимает решение, как лучше эту связь загрузить, это зависит от некоторых, нескольких условий, от того, коллекция это или нет, от того, загружаем мы сейчас один экземпляр или загружаем список экземпляров, вот, то есть мы там так эвристически подбираем вот удобные, ну, как бы наиболее оптимальные способы, способы загрузки, да, если, например, сущность кэшируется, да, то есть она, если она мало изменяется, мы говорим, что да, кэшируй нам, пожалуй, эту сущность, тогда Fetch там вообще undefined, да, и тогда эта сущность просто подтягивается из кэша обычно, ну, если ее нет в кэше, она грузится отдельным селектом, вот, а другие режимы загрузки, это Join, то есть с помощью Join в том же селекции, что и основную сущность, либо Batch, Batch это более сложный, но очень эффективный метод загрузки коллекции, который находится в других коллекциях. Вот, опять же, к сожалению, это долгая тема, вот, я не буду углубляться. Значит, вот эти вот view-представления мы всегда, ну, точнее, прикладной программист всегда должен передавать вместе с запросом в Data Manager, да, то есть он, когда вы говорите, загрузи мне какие-то данные, да, вы отдаете запрос, собственно говоря, по каким критериям грузить, вот, и отдаете view, на какую глубину грузить, все, вот, тем самым вы получаете те данные, с которыми потом вы работаете. Так, переходим на другой уровень, на уровень клиентский, вот, и очень кратко рассмотрим структуру того, структуру, собственно, стандартного интерфейса, который реализован одинаково для, для, на фреймворках Vazen для веб-клиента и на Java Swing для десктопного клиента. Вот здесь вот этим ярко-зеленым цветом отображено то, что делает прикладной программист. В приложении, да, прикладной программист создает XML-описатели экрана, да, в XML он задает компоновку, вот, компоновку, собственно говоря, из компонентов, вот, что должно быть на этом экране, и плюс компоновке можно задать запросы, которые нужно выполнить через Data Manager, они в итоге выполняются, вот, которые, собственно, запросы к данным, которые нужны этому экрану. Кроме XML-описателя нужно создать Java-класс контроллер, который в этом контроллере вы можете заинжектить, да, то есть там буквально, там инжекция работает, как в dependency injection framework, там, в spring framework и так далее. Вы можете заинжектировать компоненты, которые вы объявили в компоновке, и с этими компонентами что угодно делать. Кроме того, вы можете создавать новые экземпляры компонентов, там есть специальная фабрика, вот, там, эти новые компоненты, там, добавлять существующим, удалять и так далее. То есть полностью динамически работать как угодно. То есть вот это XML-декларативное описание, оно ни с коим образом никого не ограничивает, его можно вообще не использовать, можно, там, к корневому контейнеру просто создавать, насоздавать в рантайме компоненты, и, собственно, все это будет отображено в UI. Вот. Потому что XML – это такая, ну, просто удобная декларативная форма описания компоновки экрана. Значит, когда я говорю о компонентах, я говорю вот о этих вот интерфейсах компонентов, да, VCL-интерфейсах. Вот. Это такой вот обобщенный интерфейс, вот, и у него есть имплементации для навазения, и есть имплементации на свинге. Имплементация на свинге, она не полнофункциональная, то есть часть компонентов вообще не реализована, часть компонентов имеет не все, скажем так, свойства работающие. Вот. Но, тем не менее, она активно используется, десктопная тоже. Десктопная UI используется в одном из наших продуктов, как раз той самой Taxi Business Automation системе, да, про которую я говорил. Вот. Просто им вот нужны десктопные клиенты, все. Значит, еще здесь есть такая очень важная часть, как Data Sources. Я ее о ней чуть-чуть упоминал, да? Вот. Источники данных. Источники данных – это вот такой слой данных для, собственно, UI, для клиента. Вот. И они выполняют следующие функции. Во-первых, они, через них происходит Data Binding, то есть компоненты визуальные привязываются к данным. В источниках данных Data Binding, он двусторонний, да, two-way, то есть вы, пользователь меняет что-то в компоненте, да, изменения отражаются в атрибуте сущностей, вы в коде меняете что-то в атрибуте сущностей, а изменения отображаются в визуальном компоненте. Вот. Автоматически. Значит, Data Binding, во второе, второе, что они делают, они загружают коллекции по запросам, то есть коллекции сущностей, и загружаются в среднем слое через источники данных. Вот. И последняя такая важная вещь, которую они делают, они отслеживают изменения в экземплярах сущностей, которые в них находятся. Ну, допустим, пользователь поменял что-то в TextField, вот, объект, в объекте записалось это, да, в какой-то атрибут этого объекта. Этот объект надо сохранить при коммите экрана, да, пользователь нажал ОК, автоматом этот экземпляр, который изменен, да, должен уйти на средний слой и сохраниться в базе. Вот это делается как раз через тоже эти источники данных. Идем дальше. REST API. Здесь отображены такие основные, скажем так, категории, да, методов, которые предоставляют универсальные REST API платформы. Ну, с аутентификацией понятно. Вот вы передаете credential, вы получаете токен и так далее. С кратоперацией над сущностями. Тоже, в общем-то, понятно. Вы просто создаете модель данных, да, для того, чтобы работать там в UI и так далее. И вы сразу же, без какого-то дополнительных усилий, можете работать с этими сущностями через вот эти вот методы, которые в секции Entity. Quaste. Вы можете создать предопределенные GPQL-запросы, объявить их и зарегистрировать их в специальном описателе. Вот. И тогда пользователи вашего REST API по названию этого запроса, да, по имени, который вы ему дали, вот, query name, вот, могут эти запросы выполнять, получать экземпляры и списки сущностей. Кроме того, вы можете сделать доступными через REST API, можете сделать доступными любые методы сервисов, которые у вас работают на среднем слое. Вот. По умолчанию сервисы недоступны через REST API, вот, но если вы задекларируете, опять же, в определенном описателе, вот, что вот этот сервис, вот этот его метод доступен через REST API, вы можете его вызывать через REST API. Параметры передаются в JSON, вот, параметры могут быть, как простых типов, могут быть сущности, могут быть DTO любые, там идет такая сервизация JSON достаточно, ну, общего характера. Вот. Могут быть коллекции и того, и другого, и третьего, да, коллекции сущности, коллекции DTO и так далее. И параметры, и результаты вот этих вот вызовов сервисов, да, то есть, этот способ через сервисы вы можете получать не только сущности, да, но и какие-то произвольные, там, да, типа данных. Если вам недостаточно универсального REST API, да, хотя он такой расширяемый за счет вот этих сервисов, вы просто создаете новый сервис, как бы его публикуете через REST API, и все, у вас как бы новый endpoint появился, уже этого, в общем-то, достаточно, вам не нужно лезть в сам вот эту реализацию REST. Если вам этого недостаточно, вы всегда можете в проекте создать свой Spring MVC контроллер, он будет работать через ту же аутентификацию, вот, и там уже свой как-то endpoint реализовать так, как вы хотите. Теперь очень кратко о Polymer UI. Значит, это вот такой очень новый, там, для нас, там, блок приложения, вот, клиентский. Он сильно отличается от всего того, что сделано, ну, до этого в платформе, потому что он никаких, никакого своего API, специального мы не предоставляем. Вот, то есть мы ничего не оборачиваем в свой API, все веб-компоненты, да, все эти технологии используются в чистом виде, да, то есть напрямую. Используются в платформе веб-компоненты из Google Polymer проекта, из V1 Elements. Естественно, вы можете подключать в проекте любые другие веб-компоненты. Вот это все происходит теми же средствами, которыми, как бы, ну, собственно, средствами этой технологии там. Что, собственно, платформа предоставляет для работы с этой технологией? Во-первых, это то, что сборка вся полностью интегрирована вместе со сборкой основного приложения. Вы просто запускаете задачу Gradle, там, Gradle Assemble, например, и у вас автоматически устанавливается Node.js, там, npm, bower, и вся вот эта вот, вся эта инструктура, да, джаваскриптовая. Вот, скачивают все зависимости, вот, и все, у вас готовый модуль, собственно, в вашем приложении лежит, который можно, там, использовать, например, сразу, можно, там, его положить куда-нибудь на Nginx, вот, указав, там, URL, откуда ему, собственно, загружать данные и так далее. То есть связать его с REST API. Значит, кроме того, мы сделали небольшой набор своих веб-компонентов, вот, которые, они не визуальные, вот, но они обеспечивают работу с нашим REST API в терминах, собственно говоря, веб-компонентов. То есть вам не нужно работать с API, вам нужно, можно работать с этими компонентами, да, вы просто добавляете в ваше приложение на полимере, добавляете там компонент куба entities, к примеру, да, он там называется, вот, говорите, какой тип сущности там, и вам этот, эта сущность, собственно, загружается. Идентификатор, к примеру, и она загружается, там помещается какой-то атрибут вашего, вашего компонента, вот. Вот. И, значит, что мы еще делаем, студия, наш инструмент разработки, умеет, ну, во-первых, генерировать сам этот модуль, заглушку, да, заготовку, которая сразу запускается и уже сразу предоставляет вам аутентификацию, там, окошко логина, вот, и так далее. И студия умеет генерировать UI, да, по модели данных. То есть вы можете выбрать сущность, выбрать шаблончик полимера, да, что вот, например, я хочу там список этой сущности там по, там, с какими-то там, с редактором и так далее. И все, у вас появляется этот компонент в составе вашего приложения, но потом вы его можете только редактировать руками. Никакого визуального редактора пока нет, может быть, будет в будущем, вот, то есть это вот такое чисто скафолдинг, только скафолдинг. Я бы хотел, вот сейчас у нас, в принципе, полтора часа прошло, я бы хотел еще 10 минут занять, а потом прерваться, потому что сейчас вот тема такая, она слитная, а потом она… Андрей, это нормально? Мне нормально, все остальное. Еще 10 минут, а потом перерыв, хорошо? Значит, пройдемся по вариантам развертывания приложений. Как я уже в самом начале показывал, да, такой вариант, который используется при разработке, это exploded war file, там, кстати, самые быстрые дипломенты. Ничто не мешает взять этот тамкат и запустить на каком-то сервере, да, и все, то же самое будет работать. Значит, можно собрать war файлы по числу блоков приложений, которые у вас используются, да, upcore это, ну, средний слой, app war это веб-клиент и так далее. Вот, вы можете запустить их на одном сервере приложений, можете запустить их на разных серверах приложений, тогда нужно будет указать адрес для клиента, нужно будет указать сервер, адрес middleware, и все будет работать. Можно собрать single war, это единый war, да, вот, в котором и middle, и средний слой, и веб-клиент в одном файле. Это удобно, да, для нас, как бы, для вас это удобно, да, для нас некоторые сложности там в этой реализации были, потому что, как я говорил, каждый блок это такая отдельная единица сборки и развертывания, они вместе не живут. Вот, поэтому нам приходится их размещать в каждой специальном, в своем класс-лоудере. Вот, примерно то же самое, что делает, допустим, application-сервер, да, когда запускают веб-приложения, да, веб-приложения работают в одной GVM, но в разных класс-лоудерах. Значит, не так давно появилась возможность собирать uber.jar файлы, то есть запускаемые jr, которые в каждой, ну, сначала вот она, uber.jar по числу используемых блоков, опять же, да, отдельно, вот, отдельно middleware, отдельно клиенты. Вот, каждый из этих jr файлов содержит jt-сервер, вот, вы их можете запускать из командной строки, и они будут работать. Если запускаете на одной машине, естественно, каждому нужно свой порт задать, иначе они будут конфликтовать по порту. Вот, и вот версия у нас новая выходит в июле, 6.7, вот, там будет сингл uber.jar, да, когда, опять же, все собирается в один запускаемый jr файл с одним сервером, джете, каждый блок в своем класс-лоудере, но это не видно, вот, и это, наверное, самый простой, самый, там, ну, уже проще некуда, вариант развертывания, да, вы просто собрали этот jr файл, положили на сервер, запустили с командной строки, java-jar, и у вас сервер работает. Масштабирование. Ну, понятно, что если у вас растет нагрузка, да, вам нужно как-то бороться с этим, вот, и нужно как-то масштабироваться с учетом этой нагрузки. Это тривиальный совершенно слайд, я тут даже не буду ничего, как бы, рассказывать, да, перейдем сразу вот дальше. Вот. Ну, первое, что вам захочется масштабировать, да, это сервера веб-клиента. Они потребляют много памяти, достаточно, да, и память потребляют они в соответствии с количеством одновременно подключенных пользователей. Поэтому это первый кандидат на горизонтальное масштабирование, да, вы просто добавляете новый сервер, запускаете на нем клиента, вот, указываете там адрес middleware, и он начинает работать. Ну, естественно, вам для этого нужен еще и load balancer, который будет перенаправлять запросы на несколько серверов веб-клиента. Вот. Ну, правый вариант, да, он еще более сложный, да, когда вам нужно для, либо для балансировки нагрузки, либо для файловера, вот, вам нужно, как бы, разделить еще и сервера middleware. В этом случае сервера middleware общаются между собой, в отличие от веб-клиентов, веб-клиентам не нужно с собой общаться, они ничего у себя не хранят, вот, кроме сессии пользователей. Вот. Сервера middleware, значит, они общаются между собой, они передают общую информацию о пользовательских сессиях, о блокировках, об инвалидации кэшей разнообразных и так далее. Вот. Load balancer между серверами клиентскими и middleware не нужен, вот, потому что это работает так, как я сейчас покажу на следующем слайде. То есть, вот, это такая схема, да, взаимодействия в кластере между клиентским блоком и блоками middleware. Вот. Клиентский блок вызывает middleware через прокси, да, через сервис прокси, да, которые, это такие объектики, которые создаются по интерфейсам сервисов. Вот. И эти сервис прокси, они как раз, а, ну, на клиентском блоке вы должны в специальном свойстве приложения, connection.url list, вы должны указать адреса, адреса блоков в среднем слое. Вот. Просто перечислить их через запятую. Значит, сервис прокси сделает load balancer и сделает failover сама. Вот. То есть, эта функциональность не сосредоточена. Если, ну, во-первых, load balancer понятно. Load balancer, он идет с привязкой к пользовательской сессии. Вот. Вот. И, то есть, запросы от одного пользователя будут идти всегда на один сервер middleware. Это очень удобно для слежения, там, по логам, там, за деятельностью пользователя и так далее. Вот. Каждая новая сессия пользовательская, да, будет отправляться на другой блок среднего слоя. Ну, по крайней мере, в рандомном порядке. Если какой-то запрос к какому-то блоку среднего слоя завершился с исключением, да, то сервис прокси просто берет и вызывает следующий сервер из своего списка. Вот. Таким образом failover осуществляется. Пока список не исчерпан, пользователь ничего не замечает, да, просто идет переключение между серверами. Если все сервера, как бы, не ответили, да, то уже у пользователя возникает exception, да, и говорит, что, ну, все, как бы, нет связи со средним слоем. Нельзя вызвать какой-то метод. Вот. Теперь коротко о том, что как блоки среднего слоя общаются между собой. Мы используем jgroups, фреймворк такой. Мы используем его tcp stack. По умолчанию у него udp stack, но udp, к сожалению, не работает нигде, кроме как в маленьких локальных сетях. Вот. Поэтому, на самом деле, в продакшн всегда используется tcp stack. Вот. Это означает, что, ну, как бы, блоки среднего слоя устанавливают между собой tcp соединение. Обнаружение серверов, да, как бы, топологии кластера идет по протоколу tcp ping, это тоже jgroups протокол, да, и тем же самым простым способом. Мы просто руками, да, прописываем адреса серверов кластера. Вот. Таким образом, они друг друга, как бы, знают и общаются друг с другом. С этим есть проблема, что вы не сможете новый какой-то сервер, да, на новом адресе, да, ввести в кластер без перезагрузки. Как каждого, каждого члена кластера. Вот. Это бывает неудобно, поэтому мы сделали такой вот аддон. Он не в ядре платформы, но он свободно доступен. Вот. Если вы его подключаете к вашему проекту, то вам что нужно сделать? Вам нужно подключить этот аддон. Вам нужно запустить где-то в вашей сети Zookeeper. Апач Zookeeper, наверное, слышали, да, это такой сервис для, скажем так, хранения конфигурационной информации. У него есть очень полезные фичи для как раз реализации вот такого обнаружения. Вот. Что после этого происходит? Вы на каждом блоке, да, и на клиентском, и на блоках среднего слоя указываете только один адрес. Адрес этого самого Zookeeper. Больше ничего. Средний слой, когда стартует блок, он себя, собственно говоря, прописывает в каталоге Zookeeper. Вот. И, в свою очередь, читает этот каталог, да, и смотрит, какие там еще сервера есть. Все, он уже и знает. То же самое делает клиентский блок. Он обращается к Zookeeper, берет из него список серверов и знает, с кем ему работать. Вот. Вот такая вот, скажем, динамическая конфигурация возможна. То есть, в этом случае вы можете спокойно вводить новые сервера в кластер, да. Опять же, указывая в них адрес Zookeeper, сервер поднимается, там себя рекламирует. Вот. И следующие подключения, да, могут его использовать. Все. Так. Я закончил с первой частью. Вот. Я извиняюсь, немножко мы задержались. Ну, было вступление просто еще. Вот. Давайте мы прервемся, и я могу еще и отвечать на вопросы сразу после, наверное, перерыва, да. И, наверное, сейчас в процессе перерыва тоже для экономии времени. Да, давайте дадим отдохнуть Константину. Я сейчас нальюсь, а у меня вода. Да. Пройдем вот в соседнюю комнату. У нас там кофе-брейк, чай-кофе. Можно взбодриться. Продолжение следует.